В этом ролике я хочу поделиться всем, что происходит на моем, так сказать, творческом пути и, возможно, ответить на какие-то вопросы, в первую очередь себе, потому что хочется быть искренним и снять с себя груз, который висит уже довольно давно. Некоторые в курсе, что я брал паузу и на несколько месяцев уходил из публичности, не выкладывал видосы, даже в телегу ничего не постил. Вот отчасти о причинах постараюсь рассказать в этом видео. Сразу скажу, что ролик больше для тех, кому я интересен как автор, как творческая единица, а не как образ или контент, который я делаю. Поэтому буду очень благодарен за развернутый фидбэк в комментариях. От тех людей, которые считают, что знают меня, ну и от творческих ребят, которые, возможно, сталкивались с похожими ситуациями. Не знаю, возможно, это можно назвать просто выгоранием, но мне кажется, все гораздо глубже, и меня действительно сейчас очень волнует эта проблема. Я просто не могу дальше идти, дальше что-то делать, ставить какие-то цели и кайфовать от процесса, потому что мне просто нужно выговориться, наверное, вот именно всем. Ну и для себя поставить какую-то запятую, или, может быть, точку. В общем, поехали. Уже больше шести лет на канале выходят ролики по Фортнайту, и за все время, сколько я занимаюсь этим игровым каналом, я никогда не задумывался о том, для кого и зачем я снимаю эти видосы. Я видел цифры просмотров, насчет капала какая-то денежка с монетизацией, но самое главное лично для меня, это все-таки эмоции, которые я испытывал от процесса, то есть от игры и записи этих роликов, создания контента. Оооо, сколько вас здесь? Оооо, я верчусь! Я думаю, успех канала, все эти миллионы просмотров на моих видео, только потому, что вы считывали эти эмоции. И вот примерно 4 года назад, это середина второй главы, я неоднократно и на стримах, и в других роликах это упоминал, я начал чувствовать, что игра перестает быть интересна, мне становилось все сложнее играть. Ааа, ну кто, где ты взялся, откуда ты вылез? Тогда, кстати, многие начали уходить из Фортнайта. Я официально уходил компенсивный Фортнайт. Я буду уходить Фортнайта. Это просто ужасно, игра не играет. Я не могу сказать. Так как случился какой-то сдвиг интереса аудитории игры в сторону киберспорта, прям очень сильно, когда каждый второй игрок стремился заплейсить в турике, забрать хоть какой-то ирнинг, все начали тренироваться в творчаке, играть про кастомки и все в таком духе. И вот тогда я жестко выгорел от Фортнайта. Ну и решил развиваться в других направлениях. Начал пробовать другие игры. КС, Раст, ГТА 5, Апекс Леджендс, Пабджи. Даже в Майн бэкнул. И мне нравились все эти попытки и эксперименты, но по большому счету я продолжал снимать контент по Фортнайту. И не делал никаких длительных перерывов. И не уходил из игры. Потому что она действительно была все равно реально интереснее других игр. По крайней мере, которые я только что перечислил. Даже несмотря на все минусы Фортнайта, вроде главного минуса ужасного матчмейкинга, который все руинит, наличием ботов и ремейном 20 человек на первых зонах, еще и первый встречный реальный игрок тебя выносит в ноль. Я конечно пробовал играть на новых чистых аккаунтах, но спустя 5-10 игр лобби становились идентичными основе, и играть просто было невозможно. Да и на самом деле до сих пор, я думаю, многие испытывают такие проблемы. Но моя главная проблема все-таки не в этом. Наверное, больше в том, что за как раз таки первые 4 года игры в Фортнайт я сильно привык делать ролики по единственной схеме, которая включает в себя то, что я играю, и мне это нравится. И основной контент на геймплее и эмоциях от игры. Ну и какого-то взаимодействия с тиммейтами. Потерпел крушение с 19-этажного дома. Можете понять? 19-этажного дома. Но эта схема изжила себя давным-давно, наверное, в том числе из-за того, что я описал выше. Ну и вообще в целом, потому что невозможно делать одно и то же на протяжении стольких лет, еще и придерживаясь одной определенной схеме, потому что ты начинаешь деградировать. Ты как бы не развиваешься ни в чем, не придумываешь что-то новое. В общем, я выгорел от своей же привычки. В какой-то момент для меня крайне важным фактором стало наличие какого-то комьюнити, которое любой автор вокруг себя строит, с которым можно было бы разделять эмоции, получать фидбэк, развиваться вместе, создавать что-то новое. И я понял, что подавляющее большинство аудитории, которые меня смотрят, комьюнити назвать сложно. Есть просто люди, которые ждут видосы, которые хотят только потреблять контент, не отдавая ничего взамен. Возможно, это просто в силу своего возраста, и это нормально. Но меня эта темка, конечно, сильно дезморалила. Потому что я не считаю своих зрителей комьюнити Фортнайта, потому что вообще разные миры. На Твиче одни люди, на Ютубе другие, в игре вообще третьи. Если честно, мне вообще кажется, что у Фортнайта, как у игры, самого по себе Фортнайта, уже давно нет комьюнити. Может быть, в первой главе еще давным-давно оно было. Но опять же, оно все равно, знаете, у каждого стримера, ютубера, автора оно какое-то свое. Но вот я с вами делюсь искренне, что я, если честно, за все время никогда не чувствовал, что у нас есть какое-то комьюнити. Я думаю, что нужно менять подход, и я думаю, нужно это исправлять. Объединяться где-то в одном месте и начинать больше взаимодействовать друг с другом. Общаться, проводить кастомки, записывать ролики, собираться на совместные игры, проводить турики. И лучшее место для этого все-таки наш дискорд-сервер. Так что заходите, выходите на связь. У меня есть, конечно, еще одна темка, но о ней, я думаю, лучше рассказать в отдельном видео. В общем, вот такой вот ролик. Немного с вами поделился. Надеюсь, какая-то часть груза с меня спадет, и мне будет легче дальше постить какой-то контент. В общем, буду рад вашему фидбэку в комментариях. Все, всем спасибо. Увидимся в следующем ролике.